Музыка Всех приветствую во второй части и мы сейчас, провязав нужную нам окружность головы, и вот у меня где-то рапортов, честно говоря, не считала, но так приблизительно у меня 7 рапортов. Итак, вот вы довязали до нужной окружности, теперь, остановившись, получается на стороне, где у нас вот с правой стороны, ниточка, где мы будем заканчивать. Я вот ее собрала на булавочку, мне так было удобно вязать. И теперь мы будем закрывать петельки для того, чтобы сшить с задней стороны вот эту вот часть шапочки. Смотрите, можно закрыть в принципе любым способом, но, честно говоря, этот, я думаю, будет наиболее такой красивый и ровный. Смотрите, петельку снимаете, первую кромочную, теперь вяжете изнаночную и делаете протяжку. Снова изнаночная, делаете протяжку. Хотите, делайте лицевую, но, честно говоря, мне кажется, вот изнаночная здесь более в тему для того, чтобы косичка была красивая. Хотите, можете вот лицевую и протяжку. В принципе, тоже получается довольно-таки неплохо, но получается как бы изнаночная. Мне это не нравится, мне хочется, чтобы лицевые были и с той, и с той стороны. То есть косичка была эта лицевая. Итак, вот, я закрою сейчас изнаночными и протяжки сделаю до конца этого ряда. Вот так вот изнаночная, протяжка, изнаночная, протяжка. И так до конца я сделаю. Вот, я сделала протяжки до конца, и смотрите, у меня получилась вот такая гладенькая, красивая косичка с лицевой стороны. Теперь, я вытянула немножечко последнюю петлю, и сейчас я немножечко хочу вот так вот обрежу, но оставлю небольшой кусочек на всякий случай, чтобы потом в конце мне, если, допустим, не хватит вот этой ниточки, которую мы оставляли для пришивания, чтобы у меня там был хотя бы небольшой запасик. Ну, хотите, не оставляйте, можете пока не обрезать. Смотрите, выворачиваете на изнаночную сторону, то есть у вас вот эта косичка должна быть с лицевой стороны. И с правой стороны остается вот этот кончик ниточки. Теперь берем крючок и будем постепенно вот таким образом сшивать две стороны. Сейчас я вам покажу, как. Вставляете крючок в крайние петельки кромочные, там, где мы закрывали и начинали набирать петельки, и вот так вот продеваете, делаете петельку такую небольшую. Теперь, каждую петлю кромочную, ну, то есть где вы заканчивали и набирали, будем считать, что это кромочные петельки, стеночку в одну, во вторую. Вот так вот крючок вводите, петельку вытягиваете и делаете протяжку. Теперь снова за обе стеночки здесь косичка, за обе стеночки здесь косичка. И снова протяжка. За обе стеночки с этой стороны косички и с этой стороны протяжка. Если вы все правильно сошьете в крайние кромочные, то у вас получится довольно-таки аккуратненький краешек. Ну, то есть, вот этот шовчик, я бы сказала, не краешек, а шовчик. И так вот, делаете вот такие протяжки до конца. То есть, до какого конца, сейчас я вам покажу. Вот делаете протяжечки до вот этого момента, где вы закрывали, вот, как сказать, где вы закончили закрывать. Я вот сейчас протяну вот так вот ныточку, чтобы она у нас не распустилась. Вот. До вот этого момента сшиваете шапочку. У вас должна остаться вот здесь вот такая дырочка сверху шапочки. Еще раз вам сейчас хочу показать, как закрыть, чтобы не возникало вопросов. Смотрите, у вас вот косичка, вы в нее за обе стеночки вводите. И с другой стороны у вас косичка при наборе петель плавок. Выводите петельку и такую протяжку делаете. Или как соединительный столбик, те, кто вяжет крючком, называют. В общем, вот так вот. В одну косичку, в другую косичку. И протяжку. В одну косичку, во вторую косичку. И протяжку. И так до момента, где, еще раз повторюсь, у вас здесь вот веркушечка должна остаться. То есть вот вы сошьете, сошьете, сошьете до вот этого момента. Тогда я вам покажу, как мы будем делать дальше. Вот, я дошивала до конца нашу шапочку вот такими вот стежками, как я вам показывала. А теперь, если у вас осталась в конце еще ниточка, то в нее где-нибудь иголочку. Либо, если у вас как бы вот эта дополнительная ниточка оставалась, которую мы обрезали по длине, либо в нее. Ну, в общем, смотрите, как вам удобно. В такую ниточку иголочку, в такую ниточку иголочку, в длинте. В общем, смотрите. Теперь у нас осталась открытая верхушка шапочки. Мы после того, как вдели ниточку в иголочку, вот так вот закрепляем ее немножечко, чтобы она у нас не ерзалась. И теперь вот такими стежками, смотрите, сверху, вот так вот между, вы увидите, у вас дырочки такие остаются между петельками. И вы как бы так вот вперед иголочкой нанизываете, продеваете вот так вот ниточку в эти дырочки. Они у вас будут очень хорошо видны, поэтому, я думаю, вы не перекутаете ни с чем их. Вот. Нанизываете эти дырочки. И теперь хорошо, хорошо, хорошо стяните вот эту верхушку. Посмотрите, даже вот так вот ручку проденьте, чтобы у вас не осталось никаких дырочек. Смотрите, вот, видите, у меня не осталось никаких дырочек. И теперь после того, как вы хорошо стянули, закрепите ниточку несколькими стежками, либо хорошо так петелечку проденьте, в общем, хорошо закрепите, чтобы у вас не высмыкивалась, в общем, не образовывалась дырочка. Хорошо закрепите ниточки. Вот эту ниточку закрепите и та, которая у вас оставалась, вот, вот эта вот конечная ниточка. В общем, закрепите ниточки. Когда будете прятать кончики, можете вытянуть иголочку с ниточкой на лицевую сторону и посмотреть, чтобы у вас здесь, в принципе, все так должно аккуратненько быть, ну, мало ли, что-то здесь, может, какая-то петелечка высунутая или еще что-то. В общем, сможете подправить. Пока не обрезали ниточки, смотрите, чтобы с лицевой и с изнаночной стороны у вас были красивые края. Вот здесь вот верхушечка наша, краешек, верхушечка. И затем, когда вас устраивает здесь вот что сверху получилось красивенько, тогда уже можете прятать до конца все оставшиеся ниточки. Вот мы все кончики заправили, здесь шовчик подправили, все. В общем, у вас, если есть какие-то стыки присоединения ниточек, вы поубираете их между петельками, чтобы они нигде не торчали, нигде не было видно. И выворачиваем на лицевую сторону. Смотрим. Шовчик получился довольно-таки аккуратненьким, то есть он у нас, в принципе, виден, но получился очень красивым. Сверху у нас, вот смотрите, шли как бы волны, благодаря нашим убавлениям и прибавлениям, в общем, недовязанным нашим рядочкам. И шапочка, как вы видите, получилась аккуратненькая очень. Смотрите, можно ее делать как с отворотом, то есть она будет такая более мужского типа. Или вот такая вот, чтобы сзади вот это вот делать отворотик. Чтобы вот такой вот сзади, как сейчас модненько. Либо просто носить вот это вот длинное, будет сзади свисать. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok